Новый учебный год как начало новой жизни. 4 сентября в этом году для всех учащихся государственных учебных заведений страны словно красный день календаря. Долгожданный и волнительный, особенно когда переступаешь порог единственной в стране общеобразовательной школы-интерната имени Мирзову Бека, которая в эти дни открыла свои двери впервые по итогам масштабного строительства. Сегодня в нашей республике впервые открылась специализированная школа-интерната имени Мирзову Бека, где профилирующие дисциплины будут такими как физика, математика, информатика и астрономия. Детям предоставляется общежитие, рассчитанное на 150 мест, организовано горячее питание. После занятий дети будут заниматься в различных кружках. Эти кружки будут как предметными, так и по интересам детей. Кроме специализированных классов, лабораторий, оснащенных соответствующим оборудованием, конференц, спортивного зала. Здесь созданы все условия для пребывания тех, кто приехал из разных регионов страны. От комнат для проживания, столовой, кружков по интересам для проведения свободного от учебы времени до прачечной. Я был очень счастлив, я очень сильно хотел сюда поступить. Экзамены были по английскому, физике и математике. Обучение в школе-интернате на русском и узбекском языках. Прием учеников седьмых, девятых и десятых классов проходил на конкурсной основе в августе. Кстати, прием документов проходил и в режиме онлайн. Свои заявки подали 403 человека. 180 на сегодняшний день являются воспитанниками школы. В нашей новой школе установлен телескоп. Один из единственных в нашей республике. И это тоже поднимает нам настроение, потому что мы можем делать разные опыты, наблюдать за звездами и в в дальнейшем сделать какие-либо открытия. Современная модель телескопа. Его еще называют электронным. В его базе существует 40 тысяч объектов, что позволяет очень быстро находить тот или иной небесный предмет при наведении. Отновременно при подключении к компьютеру считывать информацию. Также можно делать астрофотографии. Попадая на территорию школы-интерната имени Мерзолубека, ощущение, что попал словно в другое пространство. Огромные космические модели как снаружи, так и внутри зданий. Кстати, наряду с новыми построенными зданиями здесь же несколько старинных научных объектов, которые лишь отреставрировали, но оставили в первозданном виде. Отметим, что в этом году учебный сезон в новых учебных зданиях открыли несколько десятков учебных заведений. Среди них как среднеобщеобразовательные, так и специализированные. Мы продолжаем следить за событиями в городе.